Здравствуйте! В эфире информационная программа новости в студии Светланы Дёмина. Мои коллеги познакомят вас с главными событиями из жизни родного города. Вот о чем мы расскажем вам сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заполнили пробел в истории семьи. В штабе Победы Зареченки помогли найти информацию о родственнике, погибшем на фронте. Погиб он где-то в Белгородской области, в селе Калинки. Выбрали самого классного классного. В Заречном подвели итоги конкурса среди классных руководителей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зареченцы из седьмого дома по улице Светлой живут как над болотом. В подвале дома постоянно скапливается вода. Там идет запах до невозможности. Мы открываем дверь, она у нас вроде бы как с ключом, но мы постоянно ее открываем. Теперь подробнее об этих и других событиях. Помогли заполнить пробелы в семейной истории. Информацию о судьбе родственника, участника Великой Отечественной войны, жительницы Заречного нашли волонтеры штаба Победы. В штабе, расположенном в молодежно-досуговом центре ровесник, не только дают исторические справки о судьбе участников тех далеких событий. Здесь можно узнать и об акциях, приуроченных к юбилею Великой Победы, и предложить свои идеи и проекты, и стать участником подготовки и проведения праздничных торжеств. Горячая линия штаба Победы работает ежедневно. Телефон 60 45 45. Именно эти шесть цифр набрала героиня нашего сюжета. Белых пятен в истории семьи Марины Серебряковой теперь стало меньше. Два ее прадеда погибли на фронтах Великой Отечественной войны, но никаких сведений о них практически не сохранилось. Когда в свое время я была помоложе, как-то не очень особо интересовалась этими вопросами. А когда постарше стала, уже стало интересно. То есть это вообще история не только моя личная, но и история всей страны в каждой же семье. Воевали. Чтобы выяснить судьбу своих родных, Марина обратилась в штаб Победы. Позвонила по телефону горячей линии 60 45 45 и оставила заявку. Историческую справку дали достаточно быстро. Лосев Антон Васильевич. Родился он в Пензенском районе в селе Аришко. Уходил тоже оттуда. Погиб он где-то в Белгородской области в селе Калинки. Было это уже во второй половине войны, после 1943 года. А Марина была уверена, что прадед погиб в первые месяцы Великой Отечественной и не знала, что он воевал так долго. В штабе Победы не только помогают найти информацию об участниках войны. Здесь городской центр по подготовке к празднованию 70-й годовщины Великой Победы. Собирается и предложение, и организуются такие городские акции, как «Бессмертный полк», «Говорит заречная молодежная акция». Как можно больше сил здесь собирается. Здесь место сбора, место сбора идей, людей заинтересованных в этом и тех, кто готов помогать нашим ветеранам. Здесь ежедневно дежурят волонтеры. Они отвечают на телефонные звонки, помогают разрабатывать и готовить акции, посвященные юбилею Победы. Каждый может прийти сюда и предложить свою помощь или интересную идею, а также узнать о предстоящих праздничных мероприятиях. Нашей героине в штабе Победы уже помогли, и она надеется, что скоро найдется информация и о втором ее прадеде. Ксения Тризна, Андрей Лешин, телерадио, компания «Заречный». В «Заречном» определили самого классного классного. Одноименный конкурс стартовал в начале этой недели. Три дня участники, четыре педагога школ города, проводили занятия в незнакомом классе, мастер-класс для коллег, представляли свою визитную карточку. По результатам всех этапов выбрали одного победителя. О том, кто стал самым классным классным, знает Дмитрий Балясников. Четыре педагога «Заречного» в течение недели боролись за звание «Самый классный классный». Участники седьмого городского конкурса классных руководителей прошли три этапа соревнований. И первый из них назывался «Личность». В этом конкурсе педагоги рассказывали о том, какие у них увлечения, их отношения к педагогике, их отношения к детям, к коллегам, к семье, к тем педагогическим ценностям, с которыми они работают, в каких направлениях развивается их воспитательная система. На втором этапе – мастер. Каждая конкурсантка провела мастер-класс для своих коллег. Классные руководители должны были рассказать о тех методиках, тех технологиях воспитания, с которыми они работают. И на конкретном примере, на конкретном мероприятии показать другим участникам конкурса. Самым сложным испытанием для участниц конкурса оказался последний этап – проведение открытого мероприятия в незнакомом классе. Я боялась, какие будут дети, пойдут на разговор или нет. Но у меня были очень замечательные дети, это из школы 222, 9 класс. Я не знала, что будет, что дальше в итоге. Я испытывала волнение, то есть думала, как пойдет. То есть как пройдет ли все так, как я запланировала. И получу ли я те результаты, которые я ожидала. Результаты конкурса огласили 19 марта в актовом зале Департамента образования. За победу в седьмом городском конкурсе работников общей образовательной организации самым классным классом награждается классный руководитель начальной школы детский сад номер 229 – Кузина Евгения Дмитриевна. Я очень рада, потому что это профессиональный конкурс. И очень важно педагогу состояться в профессиональном плане. Поэтому я рада, что я стала самым классным классным. Дипломы и ценные призы были вручены всем участницам конкурса. В номинации «Личность лучшей» была признана Наталья Козеева. Лариса Кондрашова одержала победу в номинации «Мастер», а Светлана Сергачева в номинации «Педагог». Дмитрий Балясников, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». Секретом своего успеха победитель конкурса «Самый классный классный» педагог начальной школы детского сада номер 229 Евгения Кузина поделится в прямом эфире. Мы встретимся с ней после основного информационного блока, а пока к другим событиям. Жильцы седьмого дома по улице Светлой вынуждены держать дверь подвала открытой. Другого способа бороться с постоянной влажностью и неприятным запахом они не видят. По словам горожан, болото под их квартирами никогда не высыхает, сколько бы ни обращались они в управляющую компанию. Откуда взялась вода в подвале и так ли виноваты коммунальные службы, выясняла Елена Степкина. Копель в подвале дома номер 7 по улице Светлой уже давно. Жильцы говорят, что их подвал затоплен постоянно. Там идет запах до невозможности. Мы открываем дверь, она у нас вроде бы как с ключом, но мы постоянно ее открываем. Хотя ее нельзя постоянно выкинуть. Но у нас нет возможности. Мы открываем окна, открываем двери постоянно, но запах не исчезает. Жильцы уверяют, что о своей коммунальной проблеме сообщали в управляющую компанию. У них скопилась целая папка с обращениями и отчетами специалистов о проведенной работе. Но пока результата нет. Сейчас в подвале вода. Сейчас стоит вопрос, они уже там на горячей водоснабжении установили необходимые все приборы. Вот теперь стоит вопрос об установке счетчика на холодную воду. Мы считаем, вот жители нашего дома, считаем, что это невозможно. Потому что вся утечка за наш счет будет. Крановое хозяйство, трубы, все там проржавело. Все требует капитального ремонта. Года, наверное, три назад там счетчик на холодную воду был установлен. И он вышел из строя в связи с тем, что опять регулярно происходит у нас затопление. О том, что подвал дома 7 по улице Светлой затоплен, в ЖУ номер 3 обслуживающие организации не знают. По словам начальника участка Ирины Журавлевой, за последние две недели к ним не поступало ни одной жалобы от жителей. Вода в подвале, уверена Ирина Владимировна, последствия засора дворовой канализации. В конце февраля у соседнего дома проводились аварийные работы. Тогда засор устранили в течение дня. Почему так долго вот эта жижа не уходит? Обошла я сегодня вокруг дома, и до этого мы видели. Люди строят погреба на первых этажах и закрывают окошечки, которые предусмотрены для вентилирования подвала. В данном доме есть только два продуха, предусмотренных проектом, а все остальные продухи закрыты жителям при строительстве погребов. С нашей стороны мы постараемся откачать по возможности маленьким насосом, потому что там недостаточно много воды, чтобы ставить большой насос. Мы подкачаем малым насосом и похлорируем. Осушить подвал и устранить капельную утечку специалисты ЖЭО номер 3 обещали в ближайшее время. Затем запланированы встречи техника-смотрителя с жителями первого этажа. Специалисту участка поставлена задача обойти всех жильцов, оборудовавших погреб, и проверить соответствие выполненных работ строительному проекту. Если будут выявлены нарушения, то мастерам придется переделывать постройки и оборудовать необходимые вентиляционные окошки. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Весна и победа. В «Заречном» пройдет восьмой фестиваль песни. В этом году он приурочен к священной для каждого из нас датя – 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Организаторы посвящают песенный форум и двум зареченцам, тоже прошедшим через горнила войны. А мы посвящаем этот фестиваль людям, которых хорошо знали. Во-первых, это Николаю Васильевичу Трубникову, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, человеку, который много лет возглавлял Дворец культуры «Современник», и сделал его таким, который мы сейчас знаем, этот Дворец культуры. А также мы, учащиеся преподаватели детской школы искусств, посвящаем этот фестиваль первому директору детской школы искусств, вернее, тогда еще музыкальной школы, тоже ветерану-фронтовику Александру Яковлевичу Пономареву. Участники фестиваля – зареченцы разных поколений. В их исполнении прозвучат песни, посвященные бессмертному подвигу нашего народа, победившего фашизм. Завтра, 20 марта, с 16 часов во Дворце культуры «Современник» пройдут конкурсные прослушивания солистов, дуэтов и ансамблей в жанрах академического и эстрадного вокала. В субботу, 21 марта, с 13 часов будут состязаться исполнители народных песен, а с 14 часов – хоровые коллективы. В 17 часов начнется гала-концерт и награждение победителей городского песенного фестиваля. Пять первых, мест пять вторых и одно третье место завоевали зареченские танцоры. В Пензе состоялся турнир по спортивным бальным танцам «Стиль года-2015». На нем воспитанники танцевально-спортивного клуба «Звездопад» собрали целый урожай наград. С победителями встретилась Ксения Тризна. Анастасия Коршунова и Владислав Санюк встали в пару сравнительно недавно, около года назад. Танцевальный дуэт сложился не сразу. Там не было сначала контакт, там вот, ну не очень понимали там. А потом вот тренировались, тренировались, нас научили, и мы вот уже более-менее, более-менее. И вот сейчас хорошо. Теперь Влад и Анастасия выступают на турнирах и соревнованиях различного уровня и завоевывают награды. Вот и совсем недавно заняли три первых места на турнире «Стиль года-2015», который прошел в Пензе. На соревнования приехали 313 пар из 26 спортивных клубов шести городов России. Наши спортсмены стали первыми и в латине, и в стандарте, и в двоеборье. Обоим танцорам больше всего нравятся танцы европейской программы. Стандарт для взрослых, он такой прям, ну как сказать, красивый, плавный. Но независимо от программы, Влад и Анастасия выходят на паркет с одинаковым настроем. Меньше волнения, больше техники и не забывать улыбаться. С таким подходом удается выдержать все – и двоеборье, марафон из восьми танцев, и латиноамериканскую программу. Латино, потому что у нас постоянно хуже всего. Судили на всех турнирах хуже латино. Другие воспитанники «Звездопада» тоже достойно выступили на турнире «Стиль года-2015». Цареченские спортсмены выгодно смотрелись на фоне других танцевальных дуэтов. Еще один танцевальный дуэт Балуев, Никита и Есикова, София. Они были первыми в латиноамериканских танцах и вторыми в европейских танцах. Это тоже в этих категориях проходило первенство города Пензе. Соревновательный сезон в самом разгаре. В ближайшие выходные у танцоров пройдут учебно-тренировочные сборы. А в конце марта в подмосковной Лобни состоится Кубок России по европейским и латиноамериканским танцам. Наш город там будут представлять Ирина Баталова и Михаил Сарматов. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио «Компания «Заречный». Юные зареченские хоккеисты выиграли турнир на призы клуба «Золотая шайба». Соревнования проходили в Вольске. За победу в них боролись спортсмены 2003-2004 годов рождения. Всего шесть команд. Зареченский союз оказался сильнее противников. Пять матчей, четыре из которых победные. С такими результатами выступили наши юные хоккеисты на турнире «Золотая шайба», посвященном памяти героя Советского Союза Василия Клочкова. Турнир проходил в Вольске Саратовской области. Состязались зареченцы с пятью командами в возрастной группе 11-12 лет. Участвовали шесть команд. Это Саратов, сборная Мордовии, была Вольск, Балакова, Союз и город Ульяновск. Значит, соревнования проходили по кругу, то есть играл каждый с каждым. Команды, в принципе, знакомые. В прошлом году зареченцы уже встречались с ними в турнире «Золотая шайба». Тогда наш Союз занял третье место. К турниру этого года юные хоккеисты подготовились основательнее и показали красивую, достойную игру. Правда, не всегда легкую. Тяжело было со всеми командами играть. Команда из города Саранска, мы прямо с ними бились. На счет был 3-3. И вот Вадим, он вырвал два гола. И вот мы их победили 5-3. Это, конечно, была самая важная победа. А вот в финале с командой из Вольска уступили. Правда, эта игра ничего не решала. Зареченцы уже стали победителями. Проиграли последнюю игру городу Вольску. Ну, я считаю, что просто уже заняли первое место. И медали одели, и собраться уже не могли. Кроме общекомандного титула победителей турнира «Золотая шайба», зареченские хоккеисты отличились и в личном зачете. Союзовец Вадим Чернов признан лучшим нападающим, а Глеб Булычев – лучшим защитником турнира. Светлана Демина, Сергей Голуб, телерадиокомпания «Заречный». Баскетбольный клуб «Союз» провел выездной тур игр в рамках чемпионата России в высшей лиге. 17 и 18 марта зареченцы встречались с воронежской командой «Сагдиано-Скиф». В первом круге игр сборные играли в «Заречном». Тогда в обоих матчах победил «Союз». Повторить такой же результат на выезде не удалось. В первой встрече наши баскетболисты уступили. Стартовая четверть закончилась с равным счетом 20-20. Во втором периоде вперед вырвались хозяева площадки. После 20 минут сыгранного времени лидировали воронежцы 47-40. Во второй половине матча «Союзовцы» несколько раз сравнивали счет, но игроки «Сагдиано-Скиф» каждый раз уходили в отрыв. В итоге 85-80 победа воронежского клуба. Вторая игра прошла совсем по другому сценарию. В стартовой четверти зареченцы обеспечили себе преимущество в 2 очка. Но во втором периоде вперед вышли воронежцы. Половина матча закончилась с преимуществом «Сагдиано-Скиф» в 5 очков. В третьем тайме вновь лидировали зареченцы, но за 3,5 минуты до конца встречи на табло снова был равный счет 73-73. В оставшееся время более результативными оказались игроки «Союза». Они заработали 17 очков. Соперник только 4. В итоге 90-77. Победа баскетболистов «Заречного». Новости «Заречного» продолжаются. В городе завершился конкурс профессионального мастерства «Самый классный-классный». И сегодня у нас в гостях его победитель, педагог начальной школы детского сада номер 229 Евгения Кузина. Добрый вечер, Евгения. Здравствуйте. Ну, для начала разрешите вас поздравить с победой. Спасибо. И расскажите, с какими эмоциями сегодня принимали поздравления и подарки? Я сегодня принимала поздравления с огромным, просто различным спектром эмоций, чувств, переживаний. Это и восторг, и радость, и волнение, и бодрость духа, и вдохновение, и много-много всех эмоций разных. То есть конкурс не утомил? Нет, нисколько не устала. Можно было еще и продолжать. Три дня, то есть недостаточно? Недостаточно, все хорошо. Евгения, рассчитывали на такой результат, когда планировали, когда собирались только участвовать в конкурсе? Я, конечно же, сомневалась, потому что участники, которые наряду со мной принимали участие, они все-таки имеют большой педагогический стаж, 25 лет. Это весомый такой аргумент, но где-то в глубине души, конечно, надеялась на победу. Конкурс длился три дня. Три насыщенных, скажем так, дня. У меня было несколько испытаний. Какое вам показалось самым интересным или, может быть, самым сложным? Самым интересным мне показался первый конкурс, который проходил. Это конкурс личности, где нужно было показать свое педагогическое кредо в каком-то творческом, интересном образе. И здесь, в этом конкурсе, я хотела показать, какие есть разные стили общения классового руководителя с детьми, и какой именно я выбираю. Евгения, как готовились и как долго готовились к конкурсу? Я узнала это, ну, то есть, скоро совсем, да, и как-то были сроки поджимали, поэтому готовилась не так долго, но очень старательно, ответственно. Здесь, конечно, большая помощь администрации школы, которые создали все условия для подготовки к конкурсу. И, конечно же, помощь коллег, и методической, и психологической, все пытались снять напряжение мое, разрядить обстановку, чтобы я не волновалась и не переживала. То есть, поддержка чувствовалась? Да, очень большая. А подопечные школьники что говорили? Школьники очень переживали, наверное, даже больше, чем я. Они надеялись, потому что они у меня маленькие, младшие школьники. И они мне говорили, что Евгения Дмитриевна, мы ждем только победу. Евгения, вы сами приняли решение об участии в конкурсе, или кто-то вас уговорил, скажем так? Ну, получилось так, что на школьном педсовете выдвинули мою кандидатуру, и я не смогла просто отказаться. Евгения, вы сказали, что работаете с младшими школьниками. Как вообще пришли, вот, как стали педагогом, как решили для себя, что пойдете по этой дороге? Я всегда хотела стать именно учителем, учитель начальных классов, и уже с детства всегда дружила с теми детьми, с маленькими, да, с которыми можно было чему-то научить. Что считаете самым главным в своей работе? В чем секрет успеха хорошего учителя, хорошего классного руководителя? Я думаю, что хороший классный руководитель – это тот, кто именно идет в ногу со временем, который, значит, все нововведения, которые у нас существуют, то есть применяет их в свою практику. Это раз. А во-вторых, это, конечно, доверие, любовь к детям, уважение, понимание, принятие детей, именно принятие их как личности. Евгения, возвращаясь к конкурсу, у вас было три соперника, скажем так, три педагога с большим стажем. Вот в их занятиях, в том, что вы видели из того, что они показывали, есть ли что-то полезное, что можно было перенять и применить в своей работе с детьми? Да, конечно же, мне показалось интересное занятие, которое проходили именно у других педагогов. Очень интересным показался мастер-класс по квест-технологии, который я до этого не знала. То есть могу сейчас уже даже ее в практику внедрить. Какой еще этап конкурса показался самым интересным, скажем так, кроме того, что видели мастер-классы, урок в незнакомом классе, кстати, как прошел? Какой класс вам достался, какой школы? Мне достался класс 222-й школы, это были третьеклассники, и вот я боялась, что я не смогу найти вот ту ниточку, да, которая нас будет связывать именно с детьми, но хорошо, что все обошлось. Какое занятие с ними проводили, по какой теме? Я проводила классный час на тему использования наушников, приносят вред или пользу. И мы как раз говорили о том, что наушники и помогают людям разных профессий, помогают отключиться, где-то успокоиться, но также наносят вред, если вот переборщить их использованием. А со своими воспитанниками подобного рода занятия проводите, чтобы как-то, скажем так, какие-то жизненные вещи привлекать к учебе? То есть обязательно у нас выстроена система работы по следующим направлениям, то есть это здоровый образ жизни и патриотическое воспитание, и социокультурное, и коммуникативное умение. То есть, конечно, обязательно классные часы проводим на эту тему. Так много всего перечислили, что использовать в своей работе. Получилось ли за три дня полностью раскрыть свой потенциал и это все продемонстрировать и жюри, и коллегам? Да, но там вот было интересно то, что нужно было выбрать номинацию, в которой вы будете принимать участие. И вот эта ниточка должна была проходить через все выступления. Я выбрала номинацию «Жить здраво», то есть как я использовала здорово-сберегающие технологии. Ведь моя школа компенсирующего вида, где вот как раз можно было показать свою работу. Евгения, ну городской конкурс уже позади. Сегодня вас по праву признали победителем, самым классным-классным. Что впереди, к чему сейчас готовитесь? Ну впереди областной конкурс, самый классный-классный тоже будет, да. И потом, если вот смогу победить, то это всероссийский этап. Когда состоится областной этап конкурса? Областной этап конкурса в следующем году, в марте. То есть такой есть достаточно большой перерыв? Да, который можно предоставить возможность подготовиться. Как будете готовиться? Будете ли представлять то же, что показывали на городском конкурсе, или что-то поменяете? Конечно поменяю, потому что нужно постоянно совершенствоваться. И увидела, конечно, некоторые ошибочки, которые допускала, и хочется их, конечно, устранить. Ну как думаете, сложится областной этап? Несмотря на то, что целый год еще на подготовку, целый год до него. Я пока не хочу об этом думать. Я подумал об этом завтра. Сегодня, то есть праздник? Да, сегодня пока праздник. Как дома будете отмечать и праздновать это событие? Ну я не знаю, наверное, муж мне приготовит какой-нибудь сюрприз. Он вас тоже поддерживал, тоже болел и переживал? Да, обязательно. Он что говорил вам по поводу этого конкурса городского? Ну когда я ему позвонила, говорю, Сережа, я победила. Он мне говорит, да ты могла бы мне сразу сказать, я так и знала, что ты победишь. Поэтому я как-то его почему-то не удивила этим. Ну я так думаю, что он уверен и по поводу результатов областного этапа и всероссийского. Да, он уже собирается на всероссийский этап конкурса. Уже готовит поздравления. Да, и цветы. Евгения, ну мы вас тоже поздравляем и желаем вам всего самого наилучшего. Совершенствоваться в работе, не останавливаться на достигнутом. И, конечно же, успешно преодолеть и областной этап конкурса, и всероссийский. Спасибо. Кого будете, кстати, привлекать к подготовке? Ну я думаю, что мне поможет и департамент образования, и, конечно, моя школа, мои коллеги, и моя семья. Спасибо большое, и еще раз с вас поздравляю с победой. Да, спасибо. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи. СПОНСОР КУРСОВАЛЮТ Компания Займэкспресс Это все справки. Это документы на залог. А это? Это мои поручители. Мы выдаем займы без залога и поручителей. Займэкспресс. Берегите нервы. Я же сказала, поручители не нужны. Мы тоже хотим. Редактор субтитров А.Семкин